Здравствуйте, дорогие участники Олимпиады, ребята, родители, наставники. Я вас поздравляю с важным этапом вашей жизни, с участием в Олимпиаде. И главное, как всегда, работа над ошибками. На экране первые 10 вопросов с ответами на них. На эти 10 вопросов, для того, чтобы правильно ответить, вы должны были прослушать часть интервью по статистике. Итак, первый вопрос. False – это неправильный ответ. Правильный ответ мы находим в самом интервью. В интервью сказано, во-первых, 60% of Britons believe, что является, если вот вы видите, more than half of the British people. 60% – это, конечно, больше половины. И дальше. Believe the probability of tossing a coin is getting two heads is 50. То есть 50%. Поэтому ответ 25% не является правильным. Далее, второй вопрос. Вернее, второй ответ. Вы должны были определить, правильен он или нет. Том Хантер believes that we don't make use of statistics and probabilities in our daily life. The answer is false. False – почему же это неправильный ответ? Потому что в тексте интервью It's a common belief, то есть общее представление, общее верование. But, gosh, I mean we are surrounded by statistics. То есть статистика везде, и поэтому на самом деле мы пользуемся ею часто. Третий вопрос. Ответ находим дальше по тексту, где сказано Поэтому отношение к статистике, как просто к способу извлечения прибыли, вот что заложено в самом предложении, посмотрите, хорошая статистика, она ассоциируется с прибылями компании, в то время как плохая статистика с потерями, на самом деле является неправильным утверждением, и мы ставим здесь false. Четвертый утверждение. Researchers may be forced to find positive results because they are afraid to lose their jobs. Смотрим текст. Насколько присутствует в тексте выражение боязни людьми потерять свою работу. И тут на самом деле есть несколько указаний. Во-первых, То есть они заинтересованы в этом процессе. Почему же они заинтересованы в процессе? Да потому что Предложение, которое напрямую связано с утверждением, поэтому это утверждение у нас маркировано как true, правильное. Пятый вопрос. Утверждение. The results are more valid if you ask 50 people on the social media than choose 5,000 respondents randomly. То есть лучше 50 опросить человек, который в социальных сетях, чем 5000 выбранных случайно респондентов. Что же говорит текст? А текст говорит нам, что различные способы выборки репрезентативной группы, они определяют также и различную достоверность. И все же дело в чем, что группа в социальных сетях, то есть social media group, имеет тенденцию привлекать в социальные сети, имеют тенденцию привлекать людей одинакового взгляда на жизнь. То есть social media will tend to attract people of similar views. И поэтому grouping effect may exaggerate the results further. То есть если мы берем группу людей, которые однозначно связаны общими интересами, то и результат будет неправильным. Поэтому лучше взять группу методом случайной выборки. Я говорю по утверждению под номером 5, который является неправильным. False. Шестое утверждение. Even respected journalists may publish incorrect results. Даже уважаемые журналисты могут опубликовать неправильные данные. Is it true? Yes. Это правильное высказывание. В тексте находим подтверждение. But even peer reviews can underestimate aspects like sample size and interpretations can also be wrong. То есть даже peer reviews, то есть рецензирование научной информации другими учеными, оно может привести к неправильным интерпретациям или может быть однобоким. Поэтому высказывание о том, что даже уважаемые журналы могут опубликовать неправильную информацию, является правильным. Седьмой. The case of company A and company B shows that absolute and relative figures can lead to different conclusions. Итак, случай с компаниями А и Б говорит о том, что относительные цифры могут привести к различным умозаключениям или к различным результатам. И действительно, вопрос тут нужно было слушать внимательно и разобраться с тем, что есть абсолютные, а что есть относительные цифры. Focus on either a relative or absolute figure and choosing the start and end point for the figures can be used to twist data to suit your own ends. То есть, является ли эта информация, эти данные абсолютными или относительными, выбор определяет и результаты интерпретации. Поэтому седьмое утверждение является правильным. восьмое утверждение Tom Hunter believes that most people are good at basic maths. Утверждение неправильное. Что же говорит Tom Hunter о том, насколько люди доверяют математическим выкладкам? На самом деле о доверии математике он вообще ничего не говорит. он говорит, что the initial problem is basic maths. Что проблема вот в этой математике. However, people also misunderstand how probability works as a prediction tools. They don't understand variables and the degree to which they are dependent. Но о том, насколько люди хорошо считают или хорошо разбираются, Hunter не говорит вообще. Поэтому утверждение 8 является неправильным. Далее, девятое упражнение. The probability of random events is always 50%. It's a true statement. Это правильное утверждение. В тексте находим пример. If you had just thrown a head or indeed six heads or ten, the probability of the next throw being a head is still 50%. То есть, это предложение, оно говорит и дает пример того, что если вы попали в цель попали в цель шесть раз из десяти, то вероятность того, что вы попадете в цель седьмой раз все равно и равна 50%. И десятое утверждение. TV sales and crime rates are strongly correlated. Вопрос о корреляции продаж и телевизионных передач. Безусловно, это неправильное утверждение. мы находим пример такого неправильного утверждения в тексте. Direct correlations also need to be treated skeptically. То есть, к прямым корреляциям, соответствиям такого рода надо относиться со скепсисом. As an extreme comparison, the fact that TV sales may increase in line with crime does not prove that one affects the other. то есть, тот факт, что одновременно с показом каких-то программ выросло насилие в каком-то определенном месте или уровень преступности поднялся, еще вообще не говорит о том, что существует между этими событиями четкое соответствие. Вот эти 10 вопросов. Следующие 10 вопросов, вернее, даже не 10, а 5 вопросов, они были связаны с тем коротеньким диалогом, который вы должны были прослушать. Этот коротенький диалог был фактически разговором по телефону, из которого вы должны были понять некоторые вещи. То есть разговаривает Кэтрин, которая работает в организации по доставке, и разговаривает Сэм, который интересуется, прибыла ли посылка, которую он отправил. Итак, 11 предложение. Правильный ответ came in the morning. Смотрим на текст диалога. Sam I'm just calling to check whether the delivery we sent out on Monday has reached you yet. It has. It came in this morning, I believe. То есть она особенно не уверена, но в общем-то говорит вроде как пришла сегодня утром. Поэтому из всех вариантов came on Monday, Catherine says the sale came on Monday или hasn't come yet наиболее соответствует тексту came in this morning. Следующий вопрос 12 Catherine says the sales took off grew slightly. Смотрим текст разговора. Anyway, how are you? How are things your end? Как дела? Катя Catherine отвечает We're hanging in there. Что это значит? Ну, то есть держимся. Sales have actually picked up a bit. То есть продажи чуть-чуть начинают расти. Picked up a bit. this quarter в этом квартале. So that's good. Поэтому grew slightly, то есть выросли немного, правильный ответ. Тринадцатый предложение или тринадцатый пункт Sam's child is nearly two years old, nearly one year old. Смотрим, что же они такого обсудили относительно ребенка Сэма. Catherine спрашивает How's life with you? How's the little one? The little one, то есть малышка. Oh, she's good. She's just coming up to one now and she's crawling around. То есть даже если вы пропустили coming up to one, то есть подбирается к первому году своей жизни, скоро ей исполнится годик, то то, что она везде ползает, безусловно, для двухлетнего ребенка это слишком поздно, в два года дети уже ходят. Поэтому coming up to one and now she's crawling around. Отсюда правильный вариант ответа nearly one year old. И, конечно, just born, новорожденные тоже не ползают. Далее, следующий вопрос касается жены. И тут у нас несколько вариантов. Mary has been away in the hospital on holiday. Правильный ответ on business. Смотрим текст. Вопрос Catherine How is Mary? Ответ She's okay. She's been aware a lot with work recently. То есть, она часто разъезжает по работе. И дальше он выражает в общем-то недовольство этим. Actually which has been a bit of a pain but hopefully that will ease of a bit soon. Но мол скоро дела получше пойдет. Пока это тяжело для семьи. Поэтому она отсутствует, потому что в командировках on business. И последний вопрос из этих. The holiday in Crete was not lovely necessary long. Правильный ответ long. Смотрим, что же было сказано об отпуске или об отдыхе на Крите. Two weeks in Crete it was lovely over far too quickly of course but much needed. То есть слово lovely звучит necessary yeah much needed. Но чем эта поездка не была она не была продолжительной long. И вот здесь очень важно обратить ваше внимание, что фактически этот пятнадцатый вопрос содержит как бы небольшую ловушку. Обратите внимание, что все с первого с одиннадцатого по четырнадцатого вот давайте пройдем по этим вопросам еще раз это утверждение Далее Это все утвердительное предложение. И вдруг в пятнадцатом вам предлагают это проверка на ваше внимание вам предлагают сказать чем не являлся отдых на Крите. The holiday in Crete was not what? Long. Он был да, он был хорошим, он был нужным, но он не был длинным. И вот многие из вас попались на эту уловку, к сожалению. Но вы же сами понимаете, что олимпиады делаются для того, проводятся для того, чтобы выявить самых внимательных. И тут не только знание языка, но и насколько вы способны концентрировать ваше внимание. И вот здесь обращайте внимание на структуру вопроса, чего от вас хотят. А хотели от вас сказать, чем отпуск на Крите не являлся. следующее задание, где вы должны были прослушать интервью, прочесть текст и определить, какое высказывание, какое высказывание, где прозвучало, если оно вообще где-то прозвучало. Listen to part of an interview on the same topic and then do the tasks. Questions 16.25 comparing the text above and the interview. Итак, шестнадцатое предложение. Research showed that one-third of US high school students did not read books for fun in 2016. Находим это высказывание в интервью. В интервью. One in three US high school seniors did not read a book for fun in 2016. Следующий вопрос, семнадцатый, вернее, не вопрос, а предложение. In the 20th century, more than half of teenagers read something daily. Это также текст интервью, где сказано тут могла вполне возникнуть путаница из-за того, что и Facebook, и Instagram, и вообще электронные тексты упоминаются в тексте, который вы читали. Но о том, что студенты их читают, говорится только в интервью. 82% of them read texts on Facebook. Следующий. Nowadays, instead of reading books, teenagers read emails and other digital messages. Итак, 18-е предложение. Nowadays, instead of reading books, teenagers read emails and other digital messages. Обратите внимание, что здесь правильным ответ будет A, то есть, эта информация упоминается и в интервью, и в тексте. Следующий, 19-е предложение. Social media influences teenagers' ability to gather data. Эта информация у нас есть в интервью. Интервью. И она у нас значится вот под номером 19. В интервью буквально сказано They become less able to gather data. То есть, работа с интернет-ресурсами, она имеет также и отрицательное влияние, и в частности, на сбор информации. They become less able to gather data. Двадцатое предложение. Reading aloud helps to enrich one's vocabulary. Об этом сказано в тексте. Читаем. Reading aloud promotes vocabulary development. Обратите внимание, что использованы синонимы. Если в двадцатом предложении Reading aloud helps to enrich one's vocabulary, то в тексте Reading aloud promotes vocabulary development. И там, и там речь идет об увеличении словарного запаса говорящего, его вокабулярии. Двадцать первое. Teens who don't read are less likely to get good jobs. Вот эта идея о том, что студенты, которые и вообще подростки, которые меньше читают, они в будущем обычно по статистике имеют менее высоко оплачиваемую работу, то есть хуже работу они получают. Эта мысль отражена в обоих текстах. Грустная, конечно, ситуация, но деваться некуда. Посмотрим сначала на интервью. Real disease decrease in the skills which they need to get good jobs. То есть реальное снижение навыков, которые необходимы для получения хорошей работы. И точно также в тексте упоминается ситуация, где дети, которые меньше читают, они смогут получить худшую работу. Далее, 22 вопрос, вернее, предложение. school librarians tend to lose their jobs. То есть, наметилась тенденция, когда библиотекари школьные теряют свою работу, вернее, их потихонечку сокращают, увольняют и так далее. И эта мысль выражена также через синоним to lay off. Lay off это сокращать, увольнять в предложении. If adults who are illiterate cannot influence their child's interest in reading and we continue to lay off school librarians и мы продолжаем увольнять школьных библиотекарей. Who will be there to inspire children? Кто же будет вдохновлять детей и подростков на чтение? 23 предложение Parents should limit the time children spend on websites including educational ones. Эта мысль очень четко выражена в интервью в самом его почти в самой его заключительной части о том, что какой бы пользой не оканчивался просмотр или вообще сидение за компьютером пусть даже за образовательными сайтами но это время нужно сокращать смотрим на заключительное предложение Обратите внимание, что слово Limit повторено дважды в предложении до образовательных сайтах Limit their screen time и после Limit all their screen time It doesn't really matter if you are looking at educational websites or not и заключительное предложение Funding to schools should be increased Простите 24 предложение The books that teens read have a massive impact on their ability to understand exam questions о том что чтение книг увеличивает способность понимания вопросов на экзаменах для студентов в общем-то ни в одном тексте ни в интервью ни в том что вы читали об этом не было сказано ни слова ни о каких экзаменах и заключительный вопрос Funding to schools should be increased to rectify the situation with reading books то есть деньги которые получает школа финансирование школьное его следует увеличить и в общем-то направить на увеличение и улучшение ситуации с чтением книг это предложение мы находим в тексте который мы прочли где об этом говорится совершенно определенно то есть это упражнение и это задание олимпиады оно было как раз на внимание и на внимание к не только к тому что было в тексте и в интервью но и внимание к тому как сформулировано предложение вот которое вы должны были отметить в частности вот предложение d тут говорится речь об экзаменах на самом деле об экзаменах ни там ни там не говорилось следующее задание в следующем задании оно относится к чтению и вы должны были проанализировать текст вы должны были прочесть этот текст и ответить на вопросы с 26 по 40 а также вспомнить каким разделом текста который у вас был разделен на части а б ц д е каким разделом относилась та или иная информация и некоторые информация к ней обращаются дважды чтение это проверка не только понимания текста но и проверка вашего внимания насколько вы помните где какая информация вам была предоставлена текст очень интересный и необычный он посвящен коралловым рифам итак read the text and answer questions 2660 below match the information and the sections of the text choose only one letter for each number some of the choices may be required more than once in which section is the following mentioned surprise that reefs flourish in a part of the sea that should be incapable of sustaining life то есть в какой части выражено удивление по поводу того что коралловые рифы процветают и в общем-то прекрасно себя чувствуют как раз в той части моря где меньше всего питательных веществ это часть a читаем and yet paradoxically these rainforests of the ocean are found only in shallow tropical seas where the nutrients essential to growth are particularly non-existent итак тут употреблено слово paradoxically то есть парадоксально то есть как бы мы думаем что будет так а получается эдак что эти и вот не названы рифы но они назван их текстовый фактический аналог rainforests of the ocean они названы лесами лесами океанов их можно найти в мелких тропических водах водах морей где в общем-то практически не существует питательных веществ которые необходимы для их роста 27 предложение circumstances in which polluters have been made to contribute towards the repair of coral reefs и секция то есть те кто больше всего загрязняют океан они должны и вкладывать в его очистку читаем в тексте то есть те кто больше всего приносят вред они должны они должны платить за это 28 вопрос то есть относительное незнание по поводу того насколько серьезный ущерб мы наносим океану ответ находим в части С То есть во многих случаях влияние на береговую линию на прибрежные воды в тропиках в основном остается неизученным D Это самая последняя часть где читаем То есть тут труднее всего в общем-то огромный труд тех кто погружается в воду и вот количество погружений для того чтобы рассадить вручную коралловый риф оно огромно 30 Это конечно самое начало где коралловые рифы они сравниваются с огромным местом обитания животных такими же как и тропические джунгли A thriving coral reef is one of the most glorious natural phenomena on our planet for sheer color and exuberance reefs can arguably outdo any other natural habitat то есть они даже превосходят любой другой естественный естественный обиталище или обитель дом скажите как хотите далее 31 предложение the importance of limiting damage to coral reefs in order to allow self repair to occur вообще во всех живых системах заложена способность к воспроизводству к самоочищению к самоизлечению и точно такая же система она заложена в коралловых рифах но все не так просто потому что потому что продолжающееся влияние людей оно в общем-то вызывает и не дает рифам самих себя починить и это часть D итак факты которые влияют на самовоспроизводство рифов это прежде всего вмешательство человека загрязнения им мирового океана в тексте находим the highest priority in reef management is to remove or at least minimize human causes of reef destruction and to improve conditions so that natural regeneration of the reefs takes place as quickly as possible то есть самое главное минимизировать нет свести к минимуму риски не риски а вмешательство человеку чтобы дать возможность рифам самовосстановиться и самовоспроизводиться 32 вопрос the fact that people living near coral reefs have always taken advantage of their resources тот факт что люди которые живут рядом с коралловыми рифами они всегда в общем-то пользовались всем что коралловые рифы могут им предоставить в тексте читаем и это часть B biological abundance of coral reefs has provided sustenance for coastal communities in the tropics yielding a bountiful harvest of food as well as many other products as diverse as building materials medicines and jewelry то есть как видим не только обеспечивали эти общины едой но также строительным материалом лекарственными средствами и даже украшениями 33 пункт the relative difficulty of evaluating different reefs according to how they are exploited находим в части и рифs used for tourism are most obviously of high economic worth but it may be harder to calculate the worth of рифs used primarily for fishing particularly subsistence fishing то есть понятно где много туристов там все в общем-то просчитывается а вот есть коралловые рифы где туристов мало но зато эти рифы обеспечивают едой тех кто там регулярно ловит рыбу для поддержания жизни в том или ином сообществе далее 34 the cost of construction sea barriers to perform the same function as coral reefs то есть коралловые рифы они прежде всего еще защищают береговую линию и люди в общем-то думают о том что они могли бы может быть построить такие сооружения которые бы защищали береговую линию но оказывается это все не так просто и вот в части б находим ответ they are essential defense against rising sea levels and if they disappear artificial replacements would mean spending billions of dollars то есть такие искусственно возведенные дамбы они будут стоить миллионы долларов и трудно сказать выполнят ли они эту функцию 35 пункт the fact that the size of coral reefs cannot protect them against the pollution and damage caused by people и это часть a в ее заключении but this extraordinary ability is no defense against the assault suffered by reefs as a direct result of human activities к сожалению рифы страдают и разрушаются под прямым воздействием человеческой деятельности 36 пункт the reason why the capacity of coral reefs for self repair is being diminished находим в части б от чего же зависит снижение способности рифов самовосстанавливаться читаем the continuous onslaught from human interference is now affecting their ability to recover from natural impacts то есть рифы всегда были подвергались опасности со стороны ураганов сильных штормов они их разрушали но они самовосстанавливались а вот человеческая деятельность она кстати не дает им уже это делать эффективно 37 пункт the considerable progress that has been made in improving public awareness of the threat to coral reefs часть c заключение over the last decade though enormous advances have been made in our understanding of the problems facing reefs and in seeking solutions to safeguard their future 38 38 growing acceptance of the view that polluters should be made accountable for environmental damage то есть те кто загрязняют должны нести ответственность в первую очередь и мы это находим в части и где сказано ship owners for example are now often liable for cleaning up oil spills and paying compensation for any damage which caused то есть владельцы кораблей владельцы огромных океанских лайнеров якори которых разбивают они должны платить и помогать очищать и от нефтяных пятен и прочих загрязнений море тридцать девятый или мировой океан тридцать девятый пункт the fact that as the threat to coral reefs has increased so has awareness of the benefits they offer по мере того как мы все больше и больше узнаем о коралловых рифах о том насколько они вообще важны мы вообще понимаем их существенную роль в жизни и мирового океана и человека и об этом в части b ответ на этот вопрос в частности говорится и о biological abundance of coral reefs is sustenance for coastal communities и часть c простите последний предложение сороковой вопрос потому что это два аспекта в море а с The pattern of settlement that developed posed few problems in pre-industrial times, but a combination of industrial development and fast-growing populations is now putting enormous pressures on shoreline ecosystems. То есть вот эти два аспекта, the two aspects of the modern world, это прежде всего влияние индустриального развития и быстро растущее население, которое, конечно, оказывает очень серьёзное давление на береговую линию и на растущие там коралловые рифы. Следующее задание или следующий комплекс заданий относится к так называемому использованию английского языка. И мы начинаем здесь снова считать предложения, и эти предложения у нас снова пойдут с цифры 1. Первое предложение. The poor harvest led to many families leaving the island for good. Reason. Five words. Правильный ответ. The poor harvest was the reason for many families leaving the island for good. Если вы обратите внимание, то в словах слова for и behind, они разделены косой чертой, и их можно использовать как взаимозаменяемые. То есть предложение вполне может звучать так. The poor harvest was the reason behind many families leaving the island for good. Следующее предложение. They would make a decision so quickly again. Minds. Never again would they make up their minds so quickly. Ну, выражение to make up one's mind. Его надо запомнить, его надо знать в этом виде, и тут никаких других вариантов быть не может. Следующее предложение. Jeremy usually plays football on Saturdays. Habit. Five words. Jeremy is in the habit of playing football on Saturdays. Опять же выражение. To be in the habit of doing something. И тут только один вариант. Four. Brian could not explain how the stolen computer got into his car loss. Brian was at a loss to explain how the stolen computer got into his car. To be at a loss, a set phrase. This film stands a very good chance of winning an award. Highly. It is highly likely the film will win an award. Обратите внимание на слова likely, probable, possible, которые точно так же могут взаимозаменяться. То есть, it is highly likely, it is highly probable, it is highly possible. И дальше взаимозаменяемым также является определенный артикль и указательное местоимение this, от которого он, в принципе, и произошел. The film или this film. Поэтому все варианты, в которых есть the или this, или likely, или possible, или probable, считаются правильными. Шестое предложение. Davina cannot even make tea, and so she certainly could not bake a cake alone. Davina cannot even make tea, let alone bake a cake. Let alone bake a cake. Никаких других вариантов здесь не может быть. Седьмое. Mary only complained because of the slowness of the service. Never. И вот здесь весь вопрос только в том, куда поставить вот это слово never. Мы можем сказать would never have complained, never would have complained, and would never have complained. Во всех остальных случаях это знание сослагательного наклонения, она никогда бы не пожаловалась бы. А слово never можно поставить между would и have, would never have, в начале всей фразы never would have, и would have never. Все эти варианты являются правильными. Восьмое предложение. The price of this toy has risen over the past two months now. This toy costs more now than, или now costs more than, или costs now more than. It did two months ago. Больше чем. И в данном случае все варианты правильные. Cost more now than стоит больше сейчас, чем раньше. Опять же, now можно поставить с самого начала, и тогда мы будем иметь now costs more than. И поставить после слова cost, и тогда получаем cost now more than. Все варианты правильные. Девятое. Kathy did not manage for one moment that her best friend was lying to her. Did. Did усиливает в данном случае все выражение, но является усилением эмоциональным, и у него только одно место в самом начале. Вот перед Kathy. Некоторые употребили здесь вместо imagine слово think. По смыслу, конечно, подходит. Но поскольку просьба менять как можно меньше и сохранить точное значение, то все-таки вообразила и подумала, это разные слова. Десятое предложение. Десятое предложение. Вот здесь очень важно обратить ваше внимание на то, что это все-таки связанный текст. И в связанном тексте есть смысл, и поэтому слова, которые не нужны, они не искажают смысл. Первое предложение. Здесь все правильно. In Paris, my mother first took me to the opera, a matinee of la Bohème, a Parisian tale. Следующий вопрос, одиннадцатый, лишним является слово through. To see through – это смотреть и видеть что-то насквозь. Хотя в значение глагола see в этом отрывке прямое see – видеть. And there, in act one, behind the garret window, and again, in act four, was a painted vista of Paris rooftops, just like any you could see, and perhaps still can around the old quarters of the city. То есть вы это видите, и видели, и могли видеть, и сейчас, может быть, видите. Следующий вопрос, в следующем предложении – ничего лишнего нет. Тринадцатый. Тринадцатый. Тринадцатое предложение. My mother must have been moved by the same ambitious, uncanny reality as me, because I can recall her only days after our arrival, saying in a rapture's, if half startled voice. Never – совершенно излишне, поскольку я до сих пор могу ее вспомнить. I can recall. Следующее предложение – все на месте. Look, darling, this is Paris, darling. I knew it was Paris. We were in Paris. We were strolling down the Champs-Élysées. And that word, through the refining filter of Paris, is all I need to conjure up my mother. As she licked from her lips the residue of some oozing cream cake. As she held up to herself, like some fill, flimsy snatched up dancing partner, a newly-bored frog. Isn't it just divine? As if – значило бы как будто бы, но на самом деле все было не как будто бы, она действительно прижимала к себе платье, и поэтому as she held up to herself. Much. I cannot summon my father so easily, perhaps because he was always a distant and somber figure, outshone first to his delight, then to his consternation by my mother's heedless brightness. To somebody's delight is a set phrase, to one's delight. Much лишнее. В следующем предложении лишнее слово out. Yet I remember him once attempting to draw near, or so, I think, was his intention. He was standing by the fire, waiting for my mother, before they left for another of his official functions. Draw near, то есть приблизиться, out совершенно. Не то что искажает смысл, он бессмыслен. Следующее предложение не требует никаких перемен. And the thing is, he suddenly said, slowly, with an air of weighed wisdom, and of speaking aloud, some uncontainable thought. When you are out on an adventure, you want to be at home by the fire, and when you are at home by the fire, you want to be out on an adventure. Девятнадцатое предложение лишнее слово have. He seemed taken aback. To be taken aback. himself at his own words, as if he had not known they were stored inside him, he looked self-consciously at his watch. Whatever you can, your mother, whatever can your mother be up to. He seemed taken aback. To be taken aback. Выражение, и в данном случае оно в простом прошедшем времени, глагол have не нужен. В двадцатом предложении ненужным является слово about. Perhaps it was on the same evening that I asked him, point blank, what we were doing, and what he was doing here in Paris. And he replied with a sort of jocular self-effacing gravity. Oh, sorting out the world, you know, that sort of thing. To be about doing something. Собираться что-то делать. Но в данное выражение тут вообще, во-первых, оно и не использовано, потому что была бы другая структура. А во-вторых, это слово введено специально, чтобы сбить вас с толку, потому что в данном случае он не собирался что-то делать, а он это самое делал. For items 21.30, solve the crossword using the definitions of the required word given in brackets. Вам было предложено заполнить кроссворд. И одной из задачей заполнения кроссворда, вы знаете, это совпадение букв в словах, которые перекрещиваются. Первое слово вам было указано, это слово method, оно было вписано в ваш кроссворд. И это слово значит a particular way of doing something. Следующее слово achievements. Achievements – things that somebody has done successfully. Achievements – something that you did or got after planning and working to make it happen, and that therefore gives you a feeling of satisfaction, success, especially using your own efforts and skills. Achievements. The next word is provide for. To provide for means to supply, to provide something that is needed or wanted. Supplies. The next word is determine, to control or influence directly, decide by choice of alternatives, whether they should admit a student, determine, determine, determine. Then, for a long time, the most common, 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 привычный, обычный, occurring or appearing frequently, method of recording progress was by percentage, a part of a whole expressed in hundredths. The minimum grade for a pass is usually 70%, and for 26, average – average is the word, which is typical, normal. Work about 80% today, the letter A, B, C, D, E, and occasionally, which is sometimes but not often, F, are much more frequently used. A stands for exceptional, outstanding. Very good progress. While E and F mean failure. A few schools use no marking, checking, and correcting systems at all. System at all. Instead, each teacher writes a detailed letter to the parents. Such letters report students' progress, attitude, activities, and social adjustment. A change in the way a person behaves or thinks. Ну, тут нужно сказать следующее. В общем, слова надо было просто знать, знать синонимические ряды, но трудности вызвало слово grading. Вот слово grading очень многие использовали вместо слова marking в 29-м, потому что оно подходит по смыслу checking и correcting. Если вы помните, grading is a measure of the quality of a student's performance, usually represented by the letters A, the best, through, F, the worst. So, marking and grading are synonyms. And sometimes, actually, to the point that it's very hard to say which word to use. Grading, though, is more common in the United States. But here, what should have put you on guard, что должно было вас насторожить, это что слово marking, пересекаясь с другими словами, оно фактически, это слово, должно было иметь букву в себе. И эта буква должна была быть другой. Эта буква должна была быть буквой N. Marking, marking, I-N-G в конце. Grading тоже бы содержало эту букву N. Н, но первое пересечение было со словом adjustment. Adjustment. И вот как adjustment, тут слово adjustment имеет букву A впереди. И оно пересекается со словом marking как раз на второй букве. То есть, grading, вторая буква у нас R, а тут вторая буква должна была быть буквой A. Понятно. Следующее задание. For items 3140 match the names of famous buildings, column 1, with their description, column 2, some descriptions are not needed. The first example is done for you. Итак, вам надо было определить, какие из замечательных зданий, шедевров и так далее описаны в абзацах, которые приведены ниже. Безусловно, задание требовало эрудиции, насмотренности, если вы везде были и все эти здания видели. Прекрасно. Но как же быть с теми, кто не был и кто ничего не видел? Тут надо было бы быть повнимательнее, и, возможно, в каждом тексте вы бы нашли подсказку. Возьмем первый текст. Он относится к пункту 37. The Tate Modern. Название музея Tate, как Tate Gallery. Modern говорит о том, что это музей современного искусства. Посмотрите на текст 37-го абзаца. This massive hunk of brick in London isn't just a building, it's a mission. The idea behind it was to take a gorgeous, disused old power station and turn it into something that would make people care about modern art. Вот то, что это здание должно было вам напомнить, вернее, привить вам любовь к современному искусству, оно фактически повторяется в названии. The Tate Modern. Care about modern art. И далее, далее снова говорится о миссии этого здания. Видите, вот слово «миссия» – привить любовь к современному искусству. То есть, опять же, сделать из всех из вас поклонников современного искусства. Знаменитое здание в Нью-Йорке, которое не раз появлялось в фильмах. Вы – поколение, которое смотрит кино. И, в частности, тут упоминается King Kong. И, кроме того, где есть прекрасная наблюдательная площадка – observation desk. 36, 36-е – Гугенхейм. Это знаменитое здание Музея современного искусства в Нью-Йорке. И тут есть подсказка – impressionist, post-impressionist, early modern and contemporary. Следующее здание – это 38-й пункт – walkie-talkie. Если вы помните по-английски walkie-talkie – это old school portable radio transceiver. То есть, это переговорочное устройство, рация, с которой переговаривались. Поэтому вот walkie-talkie должно было вам подсказать. 32-я позиция – это Grand Central Terminal. И вот тут, конечно, the largest train station in the world – самая большая станция в мире. 31-е здание – это Chrysler. И тут упоминается carmaker. И, конечно, те, кто знает, что Chrysler – это еще и фирма автомобильная, они это узнают. 34-й – это, безусловно, здание Капитолия. И тут State's Legislative Branch – это законодательная ветвь правительства. И Large White Dome. Здание, охраняемое ЮНЕСКО, его трудно как бы распознать с самого начала. Но мы потом узнаем, что оно используется как Performing Arts Center, как для Центра исполнительских искусств. И это, безусловно, здание оперы в Австралии. 39-е, безусловно, место традиционное коронации. И это Восьминстерское аббатство. И те, кто, конечно, знают, что Чикаго находится у озера Мичиган, те сразу узнают здание, которое смотрит на озеро Мичиган. Вот, пожалуй, и все задания. И последнее, о чём можно сказать, это о письменном задании. О письменном задании, которое вы все сделали. О письменном задании можно сказать следующее. И это, кстати, очень важно. При проверке задания, во-первых, многие не считали слова. Это была одна проблема. Вторая проблема была, посмотрите, от вас требуют использования слов. Многие слова были неправильно поняты, но больше всего вопросов вызвало слово cater. Cater – это catering, или по-русски теперь появился уже такой инеологизм. Кейтеринг – это служба, которая предоставляет еду и питье, накрывает столы специально в необорудованных для этого местах. В этом смысле слово cater вызвало много трудностей. Cater – to provide food and drinks for an occasion, integrate with two or more things combined, obsolete – no longer use software. Это понятно. Это программное обеспечение. Vehicle – как какое-то средство. Во-первых, не все слова были употреблены, а те слова, которые были употреблены, они не были подчеркнуты, что затрудняло выполнение, вернее, проверку работы. И, безусловно, письменная работа зависела от вашей эрудиции, от того, насколько вы можете представить себе будущее, и, безусловно, требовала выполнения, смотрите, следующих заданий, которые обязательно надо было написать, a place of interest, how people travel, и это все оценивалось отдельно, eat, work, study, and spend their free time. И вот важно было ответить по всем 4, 5, 6, по всем шести позициям. Многие этого не делали. И очень многие, даже если были заголовки, оформляли их неправильно. Пожалуйста, запомните, что в заголовках все слова пишутся с большой буквы, в английских заголовках. Здравствуйте. Меня зовут Борис Григорьевич. Я являюсь преподавателем факультета романа германской феологии Кубанского государственного университета. И сегодня вашему вниманию будет предоставлен обзор на Всероссийскую Олимпиаду школьников по английскому языку, региональный этап, устная часть. Прежде всего я бы хотел кратко обрисовать сами задания в устной части. Их было два. В первом случае учащемуся предполагалось создать презентацию перед школьным клубом путешествий, о путешествии в то или иное место, при этом затронув четыре основных характеристики. Местоположение города, история постройки, особенности какие-то дизайна и культурную значимость. Важным условием было то, что во время ответа учащийся не мог читать свои заметки или же просматривать файл с информацией, который был им дан на время подготовки и выглядел следующим образом. То есть вся фактическая информация, которую им надо было упомянуть, заключалась в этом файле. Затем, после того, как учащийся 1 выступил со своей презентацией, учащийся номер 2 должен был задать ему два вопроса по тематике, которая не была освещена в презентации учащийся 1. Это было обязательным условием задания номер 2. Это составляло вторую часть задания, которая представляла собой диалог. И сейчас мы с вами разберем типичные ошибки, допущенные при разборе данной части. Первая ошибка, которая была, очевидно, связана с невнимательностью или же с чрезмерным волнением – ошибка в образовании неправильных глаголов. Cost – costed – была образована форма rise – rised. То есть, понятное дело, что формы у этих глаголов другие, и, скорее всего, такого рода ошибка была вызвана волнением учащегося. Вторая, более серьезная ошибка, заключалась в том, что не выполнен формат презентации. В задании была обозначена просьба создать именно презентацию, а презентация, в свою очередь, подразумевает вступление и заключение. В нашем же случае были претенденты, когда начиналось выступление учащегося подобно докладу, без окончания и без начинания. Поэтому, соответственно, за это снижались баллы. Двигаемся дальше. Третий пункт. Вопросы были уже об сказанной информации учащегося, хотя в тексте задания было отмечено, что нельзя спрашивать о том, что сказал партнер. То есть они должны быть извне. Это тоже было нарушением инструкции, поэтому за это снижались баллы. Также были ошибки в построении вопросительных предложений, то есть без вспомогательного глагола, подобие русского порядка слов предложения, how much the building cost. То есть здесь налицо грамматические ошибки. Правила употребления артиклей с географическими названиями. Страна Нидерланды у нас употребляется с определенным артиклем, в то время как Испания и Китай как раз идут по правилам без определенного артикля. Затем, применительно ко второму заданию, не все требуемые пункты были освещены в презентации. То есть надо было обязательно осветить 4 пункта, потому что каждый пункт оценивался. Кто-то сказал про местоположение, про историю, постройки, допустим, про особенности дизайна, но не было освещено 4 пункта. Соответственно, это было тоже учтено при оценивании. Из более мелких ошибок и более частных по характеру, чем постоянных, это употребление конструкции to be interested in something, быть заинтересованным в чем-либо, отсутствие в ней глагола to be. То есть сам глагол отсутствовал, и получалось, что I interested in, что является ошибкой. Также было соотношение прилагательных с существительными в неправильном соблюдении части речи. Вместо слова длина, width, было употреблено прилагательное широкий, wide. Вместо длины, length, было употреблено прилагательное long. И девятый класс ошибок – это употребление исчисляемых, неисчисляемых существительных, money. Они у нас всегда неисчисляемые, поэтому глагол после них должен идти в единственном числе. И учащийся же употребил множественное число. В целом, устная часть была представлена на достойном уровне, ответы очень хорошие, и больших частотных ошибок к нами выявлено не было. На этом мы заканчиваем наш разбор. Спасибо за внимание.